итак большой привет всем друзья с вами канал gain over и сегодня мы будем делать обзор на педаль овердрайва и как по мне это будет интересный обзор потому что будет он очень таки связано прямую с гитарным русским блоггингом так как эта педаль была произведена никем иным как кириллом с канала hard sound надеюсь всем вам известным потому что я например лично сам подписан и смотрю этот канал вот такая педалька я так понимаю называется она варвар велес что она себя представляет будем сейчас выяснять поехали что же давайте изучим ее по дизайну тут такой прям я даже не знаю как это сделано если честно каким методом ну в общем по орган управления тут все как обычно кнопка 3 крутилки ton gain volume вход выход блок питания то есть стандартной схемы никаких наворотов насчет батарейки кстати что я не раскрутил не знаю но если вы знаете напишите и дизайн такой сделано значит покрас такой текстурный на металле это это клево нормально и здесь такая по ходу дела значит алюминиевая пластина на которой ну я не знаю каким методом но в общем здесь рисунок я надеюсь вам там видно попробую на вот эту камеру в любом случае я буду делать крупный план педали так что увидите здесь нарисован медведь и но по всей видимости русский лес то есть весь такой дизайн с уклоном вот эти все языческие дела которых я например вообще ни хрена не шарю вроде как это дизайн не заказчика самого кирилла кстати вот эту педаль заказывал наш товарищ с города напрямую у кирилла там был заказ на четыре педали вот то есть одна это будет как раз одна из этих педалей посмотрим как он звучит на кстати чего тогда насчет ручек почему-то странно фиолетовый цвет я не знаю кто это придумал кирилл не кирилл но как-то вот по моему черный фиолетовым по колористике не сильно вяжется но это такая чисто вкусовщина как бы на это вообще в принципе внимание не стоит обращать кто-то очень любит такие тона я бы например вот там белые поставил бы ручки белые и черный чтоб черненькие маркеры на не были это был круто а вот вместо вот этой же набалдажной но обычно обычную кнопку самую классическую и было бы здорово в остальном как бы респект круто сделан дизайн все вот прям вот педаль прям с виду надежные кстати она легкая то есть она не тяжелая все ништяк давайте мы все-таки уже будем слушать кстати прикол я не слушал эту педаль меня от ее дали она у меня лежала неделю вместе с гитарой харли бентон харли бентон мы с вами уже все кости перемыли и вот дошла дошло время до того чтобы снять этот overdrive поэтому мне в 2 месяца интересно я я правда говорю я даже не включал ни разу в нее джеки поэтому сейчас прям при вас собираюсь это дело загорелась все синеньким светодиодиком приятненьким таким поехали так провода сейчас я как колхозник ничего не выключаю воду да 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 все по-ворожски так педаль подключена я сейчас подключу камеру чтобы вы видели какие настройки я там кручу и будем слушать поехали это друзья перед тем как мы начнем прослушку я хочу объявить пару дисклеймеров смотрите насчет примочки эту примочку мне давал не кирилл никоим образом не он не его сообщества не знают о том что сейчас будет здесь происходить поэтому у меня нет никаких конфликтов и всего такого с его канал я например сам смотрю канал с удовольствием нет проблем то есть здесь все что сейчас будет происходить при прослушивании этой примочки это будет чисто мое сейчас не сейчас не ну мои настоящие эмоции то что я сейчас услышу я не буду специально расхваливать или хоть то есть такого не будет здесь будет час объективно реально объективно буду стараться все сделать субъективные свои эмоции и выводы я тоже вам естественно же расскажу так что так и технический момент второй дисклеймер это да я включаю overdrive в гребаный процессор и его ламповую в голову не в винтажную ламповую комбик не винтажный ламповый комбик там fender на винтажных кабинет кабинетах и все такое я включаю в гребаный процессор чуваки я живу 21 веке мне нахер не нужна сейчас ламповая голова поверьте ребята у меня были ламповые головы тех кто с канала подписаны самого начала помню что у меня стоял огроменный крейд у меня там была херва гора уголов на обзоре за свою концертную деятельность и людей но я перепробовал я не скажу конечно что все головы но все известные головы я точно перепробовал и я давно для себя сделал было что на этом канале в рамках моего видео мне удобнее намного процессор чем огроменная тяжеленная голова с громким кабинетом даже если подключать пожиратель какой-то мощности там power риттер там торпеда и все такое ну нафиг зачем у меня есть так как cfx все ребят просто поймите мне так удобно я живу в двадцать первом веке я пользуюсь цифровым телевидением я не знаю что там еще короче всеми благами цивилизации стараюсь 21 века пользоваться также цифровыми процессорами если вы такой олдфак что прям любите прям все вот надо только ламповая ну тогда советую просто и смотреть этот канал на ламповом телевизоре либо продать вот там планшет или что там телефон да и смотреть не по дисковому телефону посмотрим как это у вас получится все за остальное надеюсь никаких чувств верующих я не задел поехали мы слушать эту педаленцева итак друзья поехали гитара карвин красное дерево клён туда-сюда сниматель тб-14 мр данком шнуры педаль от кирилла велес варвар велес и вышеупомянутый axe fx на котором стоит сейчас чистый канал усилителя fender twin deluxe deluxe twin twin deluxe я не помню короче вот такой чистый канал все эффекты отключил естественно оставлю я только ревибрацию потому что без нее совсем сухой сигнал но я просто терпеть не могу играть я думаю чтобы послушать жужжалку наличие ревибратора вообще никак не влияет абсолютно так что поехали сейчас вы видите все ручки в середине ну вот включаем в то что есть так сразу примочка охереть какая громкая ну давайте убирать мне говорили что это overdrive но это не overdrive мне пока что по звуку напоминает это обезжиренный босс ds1 странно ладно давайте не буду называть это overdrive поскольку но у меня немножко другие представления о том как должен звучать overdrive давайте ладно будем крутить то что есть значит назовем это просто драйвом убираем гейн чуть-чуть добавлю громкости надеюсь там хорошо вам будет слышно вроде бы да ну нормально так ну давайте пробовать его по гейну погоняем в ноль по идее ничего не должно быть да а ну прибавлен через так вот более-менее он признаки жизни начал подавать так ну что давайте поиграем а Ну, не знаю, много прям гейна, дофига, дофига. Ладно, давайте гейн добьём уже, потом пойдём по тону, который меня сейчас что-то вымораживает. Ну, а всё. ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Много гейна, запас просто ебенячий. Ладно, я оставлю на серёдочке гейн. Блин, честно сказать, я думал, что там правда такой прям овердрайв, овердрайв. Я что-то хотел такой более нейтральной играть. Типа там... ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА На прямочку прям меня просят играть. ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Ну, кстати, с таким звуком, например, где-то так году в 2000-м, если мне дали, я бы там вообще, я бы обоссался кипятком, наверное, и радовался бы, бегал полдня, как придурок. Ладно, давайте погоняем тон, уберём его. У меня прям он совсем ядовитый кажется. ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Опа! Убрали тон и появился низ. Я понял. Такая хрень у DS-1. ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Правда, не такая экстремальная. ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Такая хрень прибрать гейн. ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Ну, тут сейчас вот есть смысл добавить тона. Я давайте вот так вот на 11, на 10, 11. ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА О, нет, у меня вот... Резко прям, очень резко работает. ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Блин, у меня вот не работает на этой гитаре ручка тон. Поэтому как бы не получится эксперимент. Ну и фиг с ним, давайте дальше крутить тон. Ну, больше половины. Я думаю, ну, сейчас совсем должна... ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Ну, так вот можно просто... Я не знаю, зачем так делать. Вот просто скажите, зачем? Вот. Куда выше половины тон уже... Ну, вот. Уже вот. Но это еще терпимо. Пиздец. Уже вот тут кровь из ушей. Куда дальше так? ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Если только выполнять какие-то там специфичные задачи, там, да? Где-то вот в середине песни какой-нибудь там кусочек, который сыграть. ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Все, хорош. Постоянно с таким звуком играть. Ну, кровь из ушей обеспечена. Рак мозгов тоже. Дальше. Ну, да хер снявся на всю капушку. ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Ручка тон, которая вот так вот по ходу дела передвигает снизу кверху. Вот. Как по мне, оптимальное нижнее положение. Ну, не нижнее, а вот часов на 10. Вот так еще можно играть. ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА То есть, если, допустим, я еду на концерт, и тут у меня воруют все, либо ломается все, да? Ну, что-то случается в итоге с оборудованием. Я приезжаю, и мне просто вот не у кого ничего взять, и просто какой-нибудь паренек из там вместе играющей группы дает вот такую примочку в какое-то там оборудование, и я получаю такой звук. ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Вот на таком звуке я смог бы отыграть концертный сет моей предыдущей группы, там, я не знаю, какой-нибудь риф сыграть-то. ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА То есть, ритм гитары, как бы меня, в принципе, устроило, я бы более-менее без геморроя отыграл бы концерт, но в качестве постоянного перегруза, вот всегда так играть, я бы, наверное, не смог. Ладно. Давайте мы посмотрим, погреем, что ли, более крончёвый какой-нибудь канал, да? Давайте попробуем. ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Вот мой кронч-канал. ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Ну вот, ну давайте опять... Нет, давайте сделаем настройки поменьше гейна. Поехали. ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Настройки вы видите, да? ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Так, что-то она более-менее начала выдавать. ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Так, ну шороха многовато. Давайте опять же приберу гейн. Делается же вот так. ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА 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 Ну, не тот эффект. ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Ну так, более-менее. ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА 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 друзья я уже хотел завершать съемку и писать финал очку там какие-то выводы тут у меня немножечко посетила такая мысль что все-таки кара не какие-то ядреные датчики выхлопные давайте попробуем то и другую гитару с менее выхлопными датчиками да такими с более теплыми более винтажными это всем вам уже наверное известно гибсон вас пол традиционному давайте попробуем как на нем это все дело будет работать ну недолго так вкратце да вот на чистом без педали он с педали как так но настройки увидите да но доделайчик немножечко подвесил ну чтобы не так сухо не так скудно вот сейчас это мне больше напоминает то понятие overdrive что вот мы лично я люблю такой не до легенький перегрузик довольно серединистый все как все как надо как я люблю часто еще говорить куплеты гонять далее ну что давайте тогда game все-таки попробуем да на всю катушку не будем да там по мелочам сразу чтобы мне сейчас подсказывать что будет злейше итак game убираю много давайте тон серединку ну а то на никуда не денешься вот такой характер такая видать схема да я кстати вот именно внутренних схемах там вот эти всякий полевой транзистор пленочный резистор я в этом вообще не секун мне мне до лампочки я музыкант меня это колыхать не должно мне должно колыхать то что на выходе поехали дальше все это уже эффект радио и так что именно такого старинного радио маленького да то есть звук не очень то есть это рабочее положение ручки тонн для адекватных комбарей ну вот это от 9 до 2 до 12 часов это провод по винтажные покруглее и вот уже вот все как по мне много вот так это на гитарный сигнал еще похоже ладно давайте закругляется дело и делаем финалочку итак друзья ну что хотелось бы мне лично сказать о моих ощущениях от этой педали тут кстати такой редкий случай когда объективно наверное соберите субъективным даже совпало но сами все прекрасно слышали это очень ядовитый тон я не знаю зачем так делать я же думаю что есть же варианты да как это исправить там как-то какие-то номиналы каких-нибудь запчастей там поменять ну короче лан я в это не лезу просто хотелось бы чтобы например в этой примочки да допустим вот если вот для я беру для себя для моих целей я бы хотел чтобы то наработал более мягко от крайнего до верхнего положения и он но не так яростно смещал бы вот этот вот частотный диапазон гейна я бы попросил прибрать то есть очень много даже на винтажных датчиках на гипсоне то есть как бы гейна завались но это опять же к разговор о том что это же вроде как ну мне сказали что это overdrive но походу это не overdrive это какой-то overdrive на анаболиках по ходу дела да на стероидах в целом да так принципе позернул неплохо довольно таки по плотничку маловато плотничка хотелось бы побольше акцента на нижней середине я думаю как то так вот мне тяжело изъясняться какими-то там терминами да просто я услышу и говорю то что слышу и в качестве грелки но нет я бы качестве грелки точно бы его не использовал в общем очень такие довольно таки смешанные у меня чувствовал вызвал это примочка в свой личный арсенал вот в таком виде как она сейчас есть я не думаю что я бы взял только из отчаяния да вот как я привел выше ситуацию что выбора нет вот есть такая окей тогда попрет я сыграю я там не король чтобы выебываться сильно а так вот чтобы если у меня есть возможность выбрать то конечно я думаю что я прошел бы мимо в любом случае большое спасибо кириллу за то что он сделал эту педаль то что подарил нам грубо говоря возможность ее послушать в народ скажем так мнение они высказать спасибо большое владельцу это педали за то что предоставил ее хотелось бы сказать вам всем огромное спасибо за то что вы подписываетесь на канал вас просто с каждым днем в арифметической прогрессии становится все больше и больше поэтому это очень приятно я вижу как вы комментируете особенно как зашел ролик про харли бентон ох уж этот харли бентон ладно всем спасибо огромное друзья подписывайтесь на канал комментируйте эту примочку до новых встреч пока